привет всем кто смотрит мой канал всем желаю подписаться кто хочет подписаться и поставить лайки а также ставить колокольчик в скобки чтобы получить я могла получать от вас комментарии вопросы ваши и отвечать на них вот такой домик опять я снимаю наш камет норты наш поселок который находится провинции буйнос-айрес это 400 километров нас айреса провинт партида мар чекита это от 8 18 километрах от мар дель плата крупного города с населением 700000 обитанты человек так скажем примерно вот вот такие домики у нас есть на побережье вот отсюда море уже видно вот стройка и уже постепенно исчезают пустые участки незаселенные вот эти участки застраиваться застраиваться с большой скоростью вот после некоторых событий после 2020 года вот когда мы сюда приехали здесь фактически дому вообще не было было поле и несколько домов рядом санта клара дель мар поселок городок городок в который находится от нас ну вот в километре буквально мы его часть так сказать по некоторым документам часть его по некоторым мы отдельно как больниаре чистимся чистимся видите вот этот дом украшали украшала одна женщина стекляшки блестяшки зеркальные клеила на него интересно очень сделано творческий подход проект тоже неплохой проект этого дома но он сдается в алькельер то есть он сдается в ренту для для туристов любое время года я так думаю что его можно снять и не только как турист ну или как турист на какой-то определенный срок на полгода на три месяца это все зависит от того как договоритесь и и рядом но это еще не достроено все и рядом такие небольшие домишки вот этот домик кстати старый улица называется либертад либертад вот свобода так и здесь вокруг вот такие дома и вот такие и вот такой дом огромный строится везде движуха идет такая все строится и вот уже море рядом а сейчас я вам покажу табличку так моя собака куда-то убежала далеко кальма иди сюда но сейчас будет камера дергаться потому что я пойду и они у меня в руках одна у меня в руках на поводке поэтому говорится не дергать камера это миссион импосибли здесь говорят миссия невыполнима ну и к тому же я не имею этой селфи палки и естественно пока что мне нет много подписчиков нет монетизации естественно я не буду это покупать и делать лишние затраты вот табличка на которой написаны даты пабло хадсон бэнде это продает телефон марплатенский но он здесь вот его инвобилярия как раз тут в этом доме белом что стоит за серым прямо побережье инвобилярия это резервская компания ну не компания так скажем это их частное частное предприятие не гости вот вот такие домишки вот строят уже поближе вот такое небо у нас сейчас идем дальше терос кричат это птицы называется терос они летать сильно не любят не в основном ходят и охраняют эту землю свою они здесь собирано суверены этой земли ты всегда не стайками там 45 птичек высиживает свои гнездышки на земле а им нравятся эти слова так он головой сделал услышал мои слова им очень нравится кстати всем птицам когда я говорю тетя вот такой домик непонятно трехэтажный здесь нельзя с этой стороны фасад с видом на море вот тот дом что виден старый старый дом он прям вообще уже на обрыве его территории уже как говорится море слезала привет дружбан привет собак моих не трогать пойдем дальше этот дом насколько я знаю за 160 тысяч долларов продается потому что у него вид на море ну короче за вид а вот это инмобильярия это компания но недвижимость агентство по недвижимости так скажем частная марсела хатсон но я не знаю фамилию не помню фамилию мы у них и покупали на давно но это было двенадцать лет назад вот и теперь мы выходим прямо к морю уже вам знакомы кто смотрел мои предыдущие видео а сейчас кстати может ветерок начаться так что я уже буду заканчивать съемку а вот и собака окружила своим поводком это будет сейчас опять вот такие старые дома эти были дома уже на момент нашего приезда эти домишки были но в общем вот они эти волны океанические но здесь же знаменитые сороковые начинаются параллели чуть дальше от мар дель платы туда в сторону сур где всегда обеспечены огромные волны для для мореплавателей и считаются они такие более коварные не буду конкретизировать у меня есть свое личное мнение на этот счет почему эти волны образуются только из-за своих сороковых визуальных параллелей потом я хотела еще рассказать у нас такая история произошла с людьми которые выехали всей семьей из чили они ехали прошли все границы аргентинскую нам на машине и на этом автобусе каса роданте называется вот все границы прошли без документов без ничего и на машине была такая чапита как называют здесь вот это обознавательный знак как он называется который на машине ставится сзади крепится сзади и спереди не помню как это на русском и они написали юси си у но трассиенту сочи но это код юси сих у них пор коммерсал код и поставили такую табличку и все на границах наверное думали что это какая-то машина дипломатическая пропускали не спрашивают документы они ехали с четырьмя детьми младшему два годика вот они доехали до границы боливии через всю аргентину фактически и боливию их не пустили он певец и она тоже поют в группе его и живут они объявили себя собирано с суверенными объявили но они действительно живут этой жизнью они постоянно разъезжают им это образ жизни очень нравится у них есть видеоклипы интересные такие тоже там с разными обществами сообществами которых они бывают по несколько дней живут ведут такой образ жизни слияние с природой в аргентине это все доступно потому что здесь климат агродабля как говорит очень приятный благоприятный климат в зависимости тоже от параллели если туда дальше сур поехать там конечно же холоднее и они ехали ехали и наконец приехали в общем их не пустили проехать боливию потому что они были бездругими но сказали можете ехать дальше придвигайтесь они какие-то были свои документы с отпечатками пальцев красным цветом все они написали там как они себя считают что они живут полы лэй де ла тьерра это называется закон земли закону земли и что они свободные люди передвижение что они не совершают никакие никакой кримин то есть не какие-то в общем себя плохо не ведут и это дает им другую юрисдикцию они могут пользоваться юрисдикции натурального права поэтому потому что они не нарушают прав других людей не нарушают законы природы не так далее вот но все-то не задекларировали ехали вот с такими вот как тут говорят документов с кассерус это сделаны сами они сделали эти документы приехали в общем их вернули от границы но они не остановили ничего просто они были вынуждены приехать назад вот и они опять приехали в провинцию сан луис это горы трасс ла сьерра это такая территория в общем ищите в интернете это интересные места сейчас туда очень многие тоже двинулись эксо целый исход из городов куда едут там очень красивые места горы дикие места и многие люди хотят жить вот так вольно но обосновываются там примыкают другим общинам и что-то свое выращивают трудятся строят все вместе в общем такое же движение какие в рф и сейчас тоже ну и вообще в украине во многих местах вот но в аргентине я уже повторяю что это климат этому способствует климат мой аградат в общем и их остановил какой-то хир как тут говорят ну какой-то неразумный парень полицейский и начал спрашивать документы конкретно дны документы идентификацию и короче говоря не не показали показали только вот эти свои кассерус документы и он сказал я не могу ничего вас пропусти не могу пропустить и я позвоню своему главному позвонил тот приехал приехал потом жендермерия киндермерия потом там в общем все их забрали в комиссарию и оставили на 80 часов вместо вместе с детьми четверо детей без базовых условий фактически но фактически точно так же как и обошлись с русскоязычными беременными беременными из эрефии вот и все происходило по этому же сценарию не заставляли зарегистрировать младшего ребенка она его родила в чили девочку и два года сейчас и есть съемки ее родов есть все подтверждающие что то ее ребенок но они еще и хотели упесочить статью трата здесь на затрата de personas это очень нехорошая статья это значит что они вывезли вывозят какого-то ребенка и не доказано что это их в общем они сейчас до сих пор а их отпустили но они находятся провинции подписка они выездили не они выезде но они подписали опять-таки по-своему не так как подписывается это все официально в корпорации аргентина вот они на свой манер подписали но тем не менее тут в защиту вступились очень много людей которые живут также или пытаются что-то поменять в системе то есть никто не пытается выходить из системы система должна быть какая-то все должно быть организовано но не узурпировано и не посягать и не не приводить людей в рабство вот ну имеется в виду рабство это очень понятие обширное я здесь его конкретизировать не буду вот есть масса документов сейчас на страницах зарегистрированных в юси си в свободном доступе публичном доступе ru rubro публику называется она не помню как это называется она на английском не помню вот так что все можно это изучать смотреть и я не знаю чем это закончится но мы все подключились и мой муж и я мы тоже приняли участие в этом посмотрим что из этого получится защиту ну и в опозже тут все списали все опозже поддержка этой семьи вот но опять-таки как с рабами обошлись с ними системе не система а вот это корпоративные судьи которые приказали 80 часов держали их в неведении в закрытом помещении без базовых условий это уже я считаю как ну один из признаков рабства совершенно люди не нарушают никакого не делая никакого беспорядка не не навредя не пол никто не сделан на них никакую денунцию но заявление против них а их задержали то есть это совершенно неправомерно и люди очень многие здесь с этими согласно еще и стали показывать по телевизору по многим каналам где она заявляет что она суверенный человек что она живет по лей де латьерра и тем не менее периодисты стояли и хохотали все это как говорится бурландосы это то есть насмехались потому что они все проплачены естественно я короче говоря не знаю пропустит ли youtube моё видео но я думаю ничего такого страшного я не наговорила но тем не менее я выступаю поддержку этой фамилии семьи но фамилия нельзя говорить потому что это нехорошее слово вот с латины в переводе с латины с латины латинского языка я только могу сказать что это они себя называют клан клонны и так они представляются айн-ан и серфио это очень современные нормальные люди музыканты и с четырьмя детьми очень адекватные мы с ними были в зуме разговаривали но не только мы мой муж я и много других людей в общем зуме сколько позволял зум сто человек могли войти вроде бы как и задавали им вопросы они с нами разговаривали общем совершенно адекватные люди их многие знают вот и теперь их заставляют зарегистрировать ребенка который не родился в аргентине но неважно это террас архентес австралийс называется все эти земли но они заставляют зарегистрировать и дали им 72 часа на раздумье если они его зарегистрируют в корпорации значит он будет такой же и сплаву как тут говорят но раб системы получит свой номер и так далее и потом если свищи его капитал проб и его бонд но это тоже вы берите мои кодовые слова ищите есть много много информации я не могу вам тут все в одном видео рассказать и к тому же я не еще пока что не сильно подготовлена выкладывать эту информацию на публику вот у меня это не получится даже так что ищите информацию и можно узнавать как можно больше потому что систему из системы выходите не нужно совершенно не нужно а просто организовываться по-другому и так чтобы система работала на нас они на у нас квантус как тут говорят на несколько человек и все хапали от нас тут забирали все каждый имеет полное право жить на этой земле передвигаться спокойно свободно не нарушая законы природы не нарушая человеческих ценностей тогда этот человек может пользоваться лос-де-речес и на ли на близ неотъемлемыми правами лейдала тьерва закона земли заканчивая на этой ноте и узнавайте смотрите кодовые слова узнавайте